Привет! Я Дима и снова мы начинаем эфир. Сегодня у нас эфир вместе с Олей Питашник. Это будет интервью и мы ждем Олю. Привет, 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 Маша. Вот, а вот и Оля. Оля, привет. Рада видеть. Взаимно. Сейчас вообще мало людей видишь, а таких-то людей вообще не часто. Как ты сейчас? Как ты работаешь? Изменилось ли у тебя что-нибудь в связи с... У меня, на самом деле, все упорядочилось. И я теперь менее одинока, потому что муж со мной тоже дома, на карантине, поэтому у меня есть с кем поговорить наконец-то днем, потому что обычно я целый день одна. А в смысле рисования, не знаю, стало больше, меньше или все точно так же, как будто бы ничего и не было? Все точно так же, только сейчас получается вообще такой как бы равномерный ритм работы, когда, ну, по сути, основное занятие вообще это работа и ничего больше. Вот поэтому наслаждаюсь. Если это возможно, можешь назвать, что ты делаешь прямо сейчас из работы, если это входит? Да, это возможно. Мы сейчас работаем с Павлом Квартальным, орнитологом. Он должен смотреть нас где-то тут. Вот. Мы с ним работаем над второй совместной книгой. Это нонфикшн. Вот. И, в общем, ну, пока это все, что я расскажу. Это очень интересно. И... Ну, то есть это будет про птиц, правильно ли я понял? Я не буду раскроять секансер. Ну, вот она даже как. Вот она. Павел не только орнитолог. Класс. Это очень интересно. А если... Если выбирать, вот у тебя есть выбор, допустим, поработать с нонфикшеном или какой-то околонаучной литературой, научпопом, или художественной литературой, взрослой или детской, если это только твой выбор, что бы ты выбрал? Ну, и то, и другое. Прям нету? У тебя нету каких-то преференций к одному или к другому? Все одинаково интересно? Абсолютно нет. Мне очень интересна фикшн-история, фикшн-книга. Но, как бы, пока не сложилось просто. Книги-картинки — фикшн. Вот. Но я этого очень жду, когда я найду автора, с которым мы сможем это все сделать, потому что я понимаю, что я не готова пока что писать текст именно фикшн. С нонфикшеном мне полегче работать, потому что у меня техническое образование, которое, конечно, помогает работать просто с информацией и с какой-то такой околонаучной, околонаучными данными. Про образование как раз интересно. Во-первых, расскажи, пожалуйста, читателям, какое именно у тебя образование. И еще после этого у меня еще два нагрузка вопроса. В какой момент ты начала рисовать? В какой момент ты поняла, что это твое главное дело? И кроме того, что ты сейчас сказала, есть ли еще какие-то контакты, связи между прежним образованием, не связанным с рисованием, и нынешней деятельностью? У меня есть короткая версия, есть длинная. Давай длинная. Какая версия? Длинная. Длинная. Ну, в общем, история такая. Я родилась в семье технарей, у меня все технари. Бабушки, дедушки, папа, мама, сестра. И я в целом даже не знала, что бывает что-то другое, кроме как наука. Вот, в смысле, просто, ну, как-то этого не было в моей жизни. Но в классе в шестом, наверное, я купила журнал «Кул». Такой был популярный журнал для маленьких девочек. Ну, подростковый такой журнал. И там была статья про заочный институт какой-то, в котором преподавали технологию костюма, театрального костюма. Я подумала, о, как это классно. Я рисовала всяких там таких вот девочек в красивых бальных платьях. Мне это так нравилось. У меня была какая-то страдочка разлинованная на табличке. В ней были всякие разные дамы в платьях, кринолинах. Мне это очень нравилось. Я подумала, вот это, да, есть такая целая работа, где можно сидеть и рисовать дамочек в платьях. Вот это классно. И как-то эта мысль со мной была. Но я тогда училась в физмат-школе и в музыкалке. Времени на то, чтобы пойти в художественную школу у меня не было. Просто, ну, некуда было запихать. Хотя я об этом очень сильно жалела. В результате я решила прогуливать с альфеджио и вместо с альфеджио рисовать. Это же он выше в нашей музыкалке. Но потом это все вскрылось. Преподаватель по с альфеджи не оценила. Мне пришлось до конца музыкалки, до девятого класса, все это отложить. И тут я закончила музыкальную школу и обнаружила, что у меня есть время. И что уже как бы приближается одиннадцатый класс, нужно что-то решать. Я подумала, что да, я хочу заниматься чем-то художественным. Мне нравится история с каким-то костюмом, что-то такое. И я стала искать вообще, что это такое, что с этим делать, с желаниями. И наткнулась тогда на институт Косыгина текстильный. И даже пошла туда на курсы. Но очень быстро оттуда сбежала, честно говоря. Я поняла, что там совсем не та атмосфера, которой мне хотелось. То есть ты сбежала еще не поступив, да? Ты сбежала именно с курсов? С курсов, с курсов, да. И поняла, что в таком формате мне это не совсем интересно. А если коротко, что именно тебя оттолкнуло? Ну, дизайн одежды – это специфическая, мне кажется, область. Там много людей, которые, ну, мне кажется, которые пошли туда, потому что это модно. Потому что, как бы, они не чувствуют, что это их призвание. Но это, типа, классно получить такое призвание, быть дизайнером одежды. Но мне так показалось, что не так серьезно там относятся к делу, как мне хотелось. Потому что мне хочется быть гораздо серьезнее. Это вообще моя характерная черта. А потом, соответственно, ты поступил уже куда-то... Нет, нет, там все есть. Подожди, это длинная история, длинный вариант. Случайно я узнала про то, что есть школа студия МХАТ. И совершенно случайно школа студия МХАТ набирала курс технологов по костюму в тот год, когда я выпускалась. То есть там этот курс набирается раз в пять лет. То есть раз в пять лет взяли там десять человек, по-моему, или сколько-то такой курс. И пока их до конца не доучат, новый курс не набирают. И так получалось, что именно в мой год был объявлен набор. И я туда пришла. И там как раз оказалось все в той степени серьезности, которую я хотела. То есть там совершенно классно. Я книжку покажу дальше. Вот. Это то, собственно, книжка такая, альбом о том, чем занимаются на этом факультете, кого готовят. Готовят там людей, которые смогут по художественным эскизам делать костюмы для театра и кино. И это пока нереально. Это из крафта. Это, типа, тренировочный процесс. Вот этим я даже сама занималась. Уже как бы попробовала. Когда ты из крафта по рисунку делаешь костюм. Или там из какой-нибудь марли, из чего угодно. В общем. Из подручных материалов. Вот. А потом, соответственно, когда ты взрослеешь и тебе доверяют уже что-то более приличное, то там начинается ткань, корсеты. В общем, всякая красота. И, соответственно, вот такая всякая прекрасная история. Вот. И там мне было очень классно, очень интересно. Замечательные преподаватели. И я уже как бы на всех порах шла к тому, чтобы туда поступать. Я занималась на подготовительных курсах. Это уже был 11 класс. И тут весной они говорят, знаете, кажется, нас могут снести, выселить и закрыть факультет. Это говорят нам где-то в апреле. В апреле 11 класса. Мы так, ой. И говорят, ну мы сейчас вынуждены будем прекратить занятия на месяц, пока мы разбираемся. А потом мы не знаем, то ли будет набор, то ли не будет набора, то ли вообще. Ну, в общем, все стало абсолютно подвешено. Я к тому моменту уже расслабилась в школе и с счастливым сердцем не занималась вообще ничем из того, чем я занималась раньше. А ты была отличницей? Ну, не отличницей. Хорошисткой где-то так. И весь мой класс из 24-х человек, 23, собрались поступать в Московский физико-технический институт. И я такая сижу в апреле и думаю, что же мне делать. И на самом деле вот эта пауза в занятиях, она заставила меня усомниться в своем выборе. И я очень долго и очень как-то очень серьезно думала о том, что вот быть биологом, быть биофизиком или физиком, это что-то, это быть ученым, это приносить пользу человечеству. И вот прям абсолютно серьезно вот в таких словах как бы я размышляла о том, что вот это вот серьезно. А делать платьишки, это как-то вообще несерьезно и как-то это, ну, как-то легковесно и непонятно, кому это надо. В общем, одновременно все это наложилось, наложился страх, конечно. И я приняла такое решение, что я пойду на техническую специальность, потому что у меня была такая формулировка, что художником после технического вуза я смогу стать, а ученым после художественного вуза я стать не смогу. И как бы руководствуясь такой идеей, я вступила на техническую специальность. Кажется, формат работы ученого мне не подходит. То есть во всех видах деятельности профессиональной есть не только предмет, которым ты занимаешься, как рисование у художника или математика у ученого, но есть и формат работы, который, поразумевается, который сложился, в котором все живут, скажем так. Вот, формат работы ученых — это академия, это очень консервативная структура, это очень длинные сроки получения какого-то результата. И я просто поняла, что я не могу в таком формате существовать, поработать, что это не вызывает у меня интереса. Слушай, а если... Ну, я просто совсем эту область не знаю. Вот ты закончила эту специальность, ты специалист по этой именно теме. Что дальше? Хоть какое-то распределение в этой области возможно? Или ты точно так же, как в любом другом отношении, в свободном рынке, ищешь себе место в каком-то НИИ или где-то еще, или в частной фирме? Как это происходит? Ну, в научном мире все чуть более, как сказать, предсказуемо или предопределено. То есть есть какой-то некоторый научный путь, который все проходит более-менее одинаковый. И у нас такая система была, что ты три года, три первых курса учишься только в институте, в самом здании, как бы. А дальше ты идешь на базовую кафедру, так называемую. То есть ты выбираешь себе институт, лабораторию, в которой ты хочешь работать. Приходишь к ним и говоришь, здрасте, я студент. Возьмите меня, пожалуйста, мыть посуду. И как бы вот ты с малых каких-то дел включаешься в работу. Буквально? Буквально мыть посуду или фигуру? Да. Буквально. Особенно это касается девочек. Я, кстати, поднимала несколько раз канал на эту тему, но меня не поддержали, что искали девочек мыть посуду лабораторную. То есть по сути это путь подмастерия сначала, да? Да, да. То есть с очень небольших задач, совершенно примитивных, ты входишь в работу в научной лаборатории, тебе определяют какого-то руководителя, который тебе подсказывает, помогает, направляет как-то. Вот. И ты делаешь научную работу на получение магистрской степени. Соответственно, это какая-то крошечная абсолютно научная задачка, там вот прям маленький-маленький-маленький кусочек, кирпичик с огромной задачей, которая занимает твоя лаборатория. И, соответственно, дальше есть аспирантура, есть так называемый постдок позиции, ну, в общем, там есть дальше какие-то определенные научные позиции, и как бы у всех все более-менее одинаково в мире устроено, поэтому ты можешь выбирать там поехать в иностранную лабораторию на какую-то из этих позиций или остаться здесь. Вот. Но в целом более-менее у всех одинаково научный путь, как бы ты со временем и с опытом становишься все серьезнее и важнее. И вот самой высшей точкой качества является членство в Академии наук, в которой мало кто попадает, скажем так, до сих пор. Ну, в общем, все. Дальше начинается работа именно твоя как сотрудника, младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника. Потом с опытом ты начинаешь сам придумывать темы, которые ты хочешь исследовать, сам какие-то предложения вносить в работу лаборатории, определять, с чем ты хочешь работать. Вот такая история. Вот ты в какой-то момент поняла, что это не твое. Ты отучилась, взяла что-то оттуда типа ценное, ты поняла, что это не твое, ты не хочешь на заниматься. В какой момент и как началась серьезная работа над, назовем это, новым образованием, самообразованием или каким-то еще вот этот путь становления профессионалом в другой области? Как он происходил у тебя? На четвертом курсе, как раз когда оно случилось, распределение по базовым кафедрам, я поняла, что все не так гладко, как казалось издалека. Я поняла, что мне хочется рисовать. И я стала думать, как бы мне порисовать. И я вспомнила, что какой-то из преподавателей мне рассказывал, что в Строгановке по четвергам есть наброски. И я какими-то вводными словами это начала гуглить и нашла кружок скорого рисунка, тогда еще было в ЖЖ, и что действительно проводятся наброски. Ладно, приходите. Но как бы у меня на тот момент совершенно не было понимания того, что такое сообщество рисовальное, какие там есть разделения, что там вообще есть иллюстрации, есть не иллюстрации. Но в общем, как бы представления о рабочем процессе в мире художников у меня тоже не было никакого абсолютно. Я просто знала, что мне хочется рисовать наброски. Вот это я знаю, как бы я уже рисовала наброски. Как бы вот, пойду туда. И я тогда пришла на одно из последних занятий в Строгановке в самой. Произвело на меня глубочайшее впечатление. Вся Строгановка такая, все такие художники. В общем, получила массу удовольствия, но я как-то потом ходила на наброски, так от случая к случаю, рисовала. Но у меня не было понимания того, что это когда-то может стать моей профессией, что я вот сейчас решаюсь и перестраиваюсь как-то. То есть это было, ну, поскольку основной задачей, основным моим занятием было все равно наука на тот момент, как бы, раз уж я решила закончить институт. И, в общем, в тот момент я просто позволяла себе пробовать, получать удовольствие от разных вещей каких-то, вот связанных с художественным миром. Меня так на четвертом курсе мой научный руководитель достал, что я пыталась после четвертого курса поступить в колледж в Строгановке. Есть такой колледж декоративно-прикладных искусств, по-моему, на Савеловской. Это Калининский. А, Калининский. Вот, ну, в общем, я туда пыталась поступать. Прям шла с дрожащими рычонками, с папочкой. А ноль. Ну, опять, наверное, как бы страх, страх неизвестного меня остановил. Я забрала документы оттуда и как-то продолжила какие-то поиски пробовать пальцем воды. Вот Маша спрашивает, Строгановку планировала ли я поступить. Вообще нет. Хотя я занималась преподавателем Строгановки, почему-то я даже не думала туда поступать. Вообще, не знаю. То есть это... Я знала, что там... Я не знала, что там есть кафедра иллюстрации, во-первых. Во-вторых, я еще не знала, что я хочу заниматься иллюстрацией. Мне просто... Просто нравилось рисовать. Ну, кафедры, на самом деле, иллюстрации там нет, по факту. То есть там есть кафедра искусства графики, но это не совсем кафедра иллюстрации. То есть там немножечко шире взято. Там и про станковую графику тоже. То есть именно кафедры иллюстрации в Строгановке нет как таковой. То есть есть иллюстрация вот на этой искусстве графики и иллюстрация маленьким курсом, который мы ведем с Машей на граф-дизайне. Но это тоже не отдельное мероприятие. Это как бы приложение к большому курсу граф-дизайна. Ну, в общем, на самом деле, у меня просто не было представления о том, что там происходит, что я хочу. Поэтому я пробовала все подряд. Веб-дизайн, юзер-интерфейс дизайн. Мне казалось, что надо обязательно как-то приложить мои знания в области физики, математики и программирования. Поэтому я все пыталась, что-то связанное с компьютером придумать. И всячески активно это пробовала в каких-то там стартапах, принимала участие, хотя и даже в фотошоп еще толком не знала. Но, в общем, как-то я с головой бросалась во все возможные сферы из веб-дизайна, который тогда казался самым очевидным. Я подумала, что было бы прикольно заниматься промышленным дизайном, потому что там можно создавать вещи. Я ходила в Британку на какие-то открытые занятия, что-то там изучала в этом вопросе. И поняла, что в целом в России, кажется, промышленный дизайн – это такое дело. Ну, такое как-то. Рискованное. Рискованное. И тут я сидела и подумала, что ведь можно не делать реальные вещи, а рисовать вещи. И что рисовать можно все, что угодно. И никто тебя не остановит. И я прям такая думаю, вот это класс. И стала что-то смотреть тоже. По иллюстрации, конечно, я уже тогда смотрела на курс меланеды, что там происходит, на британку, на британское образование. Я ездила туда на выставки, мечтала. Такая, ну, как тут было бы шикарно учиться. Вот. Много мечтала. И тогда уже начала ходить на какие-то... Да, я забыла самое главное. что в какой-то из моментов я решила, что я достаточно готова... как сказать по-русски закоммититься. Готова взять на себя обязательства, рисовать регулярно и пойти в группу к Диме Горелшеву. Потому что там было такое строгое письмо написано, что надо там все время ходить и выполнять домашние задания. И я долго не решалась подавать заявку, потому что, ну, как-то там все строго, а я такая... Непонятно откуда взялась дамочка. Вот. И в результате я решилась подать заявку, когда ты набирал средовую группу. По-моему, средовую. Вторую свою группу. Про человека. Про человека. И я уехала на стажировку во Францию по науке. И тут мне приходит письмо. Что меня взяли в группу Дима Горелшева. В общем, это было очень круто. Очень страшно, что я такая... Я не в России, а мне надо там быть каждое занятие. И я так думаю, как же так? Значит, конец. Да, я подумала, что это конец. Вот. Но в общем, в результате первые занятия у меня были удаленные. Я ходила в мастерскую, где тусили все передвижники, где слой масла уже сколько, двух-трех вековой. И там приходили разные натурщики. И как вот на набросках в простой школе. И я выполняла задания, которые Дима присылал. Вот. Так что это был 2013 год. Я была на пятом курсе. Всего их было шесть. Ну и, конечно, это основное мое художественное образование. Я считаю, что это группа твоя. Правда, я потом перешла в другую, в воскресную. Но, тем не менее, обе эти группы сложились в мое основное образование. В понимание того, кто я, какой я художник, что я хочу. Мне очень радостно это слышать от тебя. Мне кажется, что эти вот два эпизода работы в средовой группе и в графической мастерской, они, видно, были в смысле и технологическом, и каком-то, ну, может быть, в плане расширения горизонта, какого-то для тебя. Но потом я заметил, что, во-первых, точно самостоятельная всегда была во всем, то есть в принятии каждого решения. И мне очень интересен этот момент, когда ты решила именно иллюстрацией заниматься и как бы направила скорее в это узкое, более узкое русло все свои усилия и рисовальные, и мыслительные, и всякие прочие. Вот расскажи немножечко о том, как вот этот выход на занятие именно иллюстрацией и именно книжной иллюстрацией у тебя произошел. Вот этот путь от набросков рисунков, просто, грубо говоря, для расширения, кругозора или для радости, и выход уже на продукт, на призы, на конкурсах, на всякие выставки. Ну, то есть серьезный уже уровень, который, ну, вообще не каждый достигает. Как это у тебя происходило? Я этого не помню. Может быть, хоть что-то. Я помню, что в 2014 году я познакомилась с Юлией Плюхир и пошла к ней на курс иллюстраций. Ну, как бы, возможно, это было таким тоже, как бы, расширением художественного кругозора и пониманием больше, что это бывает вообще на свете. Потом... Ну, не знаю, я не знаю, на этот момент я уже хотела заниматься книжной иллюстрацией, поэтому я пошла. Или наоборот. Ну, вроде хотела. Как бы, у меня было понимание. Наверное, да, наверное, еще вот за 2013-2014 это уже сформировалось. Ну, одно дело же рисовать просто, типа, какие-то иллюстрации для себя, другое дело направлено работать на то, чтобы кто-то это увидел. То есть сейчас, насколько я знаю, у тебя есть агент, у тебя есть какие-то конкретные заказы, есть портфолио определенное по теме, то есть это чуть-чуть другие усилия, нежели просто рисование. Вот я о чем. Вот мне интересен еще этот момент, как ты выходила на этот результат, что для этого нужно, может быть, ты что-то посоветуешь для этого, ну, тем, кто этим хочет заниматься. У меня есть четко одно воспоминание. Мы тогда занимались в мастерской на Кропоткинской. Воскресная группа была в мастерской на Кропоткинске, только в подвале. Все это происходило по воскресеньям или субботам, но было, в общем, как-то так пустынно достаточно. Какое-то такое ощущение у меня всегда было, что какой-то это пустынный момент дня. И вот мы собирались в такой небольшой группе там и работали. Я помню, что на одном из занятий почему-то, вот этого я не помню почему, но я пришла к тебе и сказала, что я хочу делать книжки. Причем я помню, как ужасно стыдно мне было это говорить, потому что, ну, кто я такая, в смысле, как бы у меня ни образования, ничего. И я совершенно чувствую себя самозванцем и пришла. Я говорю, я хочу делать книжки. А ты такой, так делай. Вот, и вообще, мне кажется, это главное. Напутствие любому художнику и не художнику. Если что-то хочешь сделать, делай это. Я помню, собственно, именно в этот момент, когда мы были в этой маленькой мастерской, нас тогда приютил из себя скульптор Степан Макраусов, это мастерская недалеко от храма Среда Спасителя была. И тогда мы делали как раз тему про маленькие книжечки. И у тебя были как раз две книжки, которые меня тогда уже удивили как раз цельностью. То есть человек не делал книжек и сделал книжки. По Маяковскому про Миноносец у тебя было стихотворение. И по... По Бродскому, по детские стихи. По Бродскому, да, детские стихи по Бродскому. Очень разные книжки. И визуально, и интонационно. И это меня очень впечатлило, потому что ты сама нашла эти ходы, сама нашла способ, как это передать. И вот эта самостоятельность при выборе. То есть я очень хорошо запомнил при работе с тобой такой момент, когда ты получаешь какой-то комментарий, ты его как бы вовремя останавливал. Типа вот все, теперь я сама. Вот это очень здорово. Я всегда очень уважаю такие штуки, когда человек не хочет лишней помощи. То есть берет столько, сколько нужно, и идет дальше сам, чтобы не было готовых решений. Это очень круто. И те первые книжки меня как раз впечатлили тем, что они были, ну, почти полностью, как бы, твои самостоятельные. То есть там мои какие-то советы были, но их было не очень много, и скорее такие рекомендательного характера. Вот. А потом это уже какие-то стали более серьезные вещи, более взрослые. И сейчас то, что я вижу в твоем портфолио, то, что ты выкладываешь регулярно, это уже совершенно конкретное творческое лицо, я бы так сказал. То есть ты достаточно узнаваема, есть интонация у всего этого. И вопрос у меня еще такой. Насколько это органично складывалось? То есть ты просто рисовал, рисовал, и оно такое получилось? Или ты хотела прийти к какой-то определенной интонации и к ней непосредственно шла? То есть может быть какой-то прообраз был? У меня точно не было в голове понимания условно, какой стиль я хочу. Вот это вот пресловутое, что нужно как-то найти свой стиль. Найти свой стиль. Вот. Такого у меня очень долгое время не было, и я как-то очень сильно переживала по этому поводу, потому что все же говорят, надо найти свой стиль. А я пробовала более-менее все подряд. И причем, ну, мне было просто ужасно интересно все подряд пробовать, потому что я как бы, ну, у меня не было какой-то базы, какой-то каких-то художественных приемов, еще чего-то. То есть просто мне нравится все, я хочу хватать все подряд и рисовать этим. Потому что у каждого материала своя интонация, у каждого материала вообще свои совершенные истории. И мне хотелось ужасно все это хватать, трогать, пробовать. Я помню, я у тебя тоже этот вопрос спрашивала. Как же мне быть? Сейчас мне остановиться и начать какой-то материал, более подробно исследовать и как бы знакомиться с ним, дружить с ним. Или сейчас все-таки нужно все это перепробовать и понять, ну, как-то вширь идти больше, не в глубину одного инструмента, а вширь. Ну, и тогда, как бы, и ты ответил, и мне показалось, что это логично, что первым образом хочется вширь, как бы, ну, это хочется, как бы, с этим ничего не сделать, и хочется этих исследований, и так или иначе, мне кажется, они все равно будут в жизни. Просто можно их вначале сделать, как бы, поисследовать, а можно вначале зацепиться за один материал и потом уже со временем пробовать что-то другое. То есть это просто такой выбор последовательности, который в результате может привести к тому и тому же. Вот, и я выбрала все пробовать подряд, тем более я еще, как бы, училась в институте, то есть мне казалось, что еще я могу себе это позволить, и все подряд пробовала. Поэтому первое время о каком-то стиле, о каком-то направлении даже речи быть не могло. Ну, как бы, как и все, я копила коллекцию в Пинтересте разных иллюстраторов, которые мне нравились. Со временем как-то видела, что бывает, что вообще люди рассказывают, какие истории, каким образом. Для меня, наверное, очень важным шагом в нахождение себя стал наш проект по двум... Нет, у нас было больше, у нас было три художника, по-моему, по копированию художников. Тогда еще было три, да? И для меня это был прям каким-то образом, я выбрала, ну, мне кажется, я выбрала идеально трех художников для меня, для себя собой. Я выбрала Митулича, Матисса и Лору Карлин. И вот тот анализ, который тогда мы провели, ну, он прямо оказал очень большое влияние на меня, и мне показалось, что как бы наконец-то все у меня в голове сошлось. Что вот форма, вот интонация, вот ну, вот тот язык, на котором я хочу и могу говорить. То есть вот из этого всего что-то сплелось. Ну, и как бы мне кажется, с тех пор я пока что более-менее в этом языке нахожусь. То есть там какие-то происходят флуктуации, но все равно настроены на том языке. Это действительно такое точное получилось попадание, и я помню, насколько ты глубоко работал с этими авторами, то есть получились вещи, естественно, близкие к авторам, но при этом уже какие-то твои. И особенно с Матисом впечатлила работа, насколько ты серьезно тогда разбиралась с этим всем, насколько ты искала какой-то дополнительный материал, смотрела, как все делается. У меня еще вопрос, ну, он как бы в пару, может быть, к вопросу о каком-то стиле, о образительном лице. это про персонажей. Сейчас в этом многом можно увидеть каких-то разродненных персонажей, там, люди, какие-то, звери, еще кто-то, какие-то фрагменты чего-то, может быть, пейзажа. и в них один узнаваемый момент, это такая почти нарочитая простота всего этого с очень внимательным отношением к детализации. И при этом они достаточно ровно сделаны, то есть они выглядят как что-то цельное, при этом они могут быть совершенно разные по сюжету. Вот когда ты делаешь такого персонажа, о чем ты думаешь в смысле выразительности, как ты создаешь этот момент, как ты настраиваешь это соотношение простоты к деталям, что это для тебя, как ты вышла на это? Я не уверена, что я сама так глубоко анализирую, когда это делаю. Но мне кажется, что я, мне не скромно кажется, что я поймала какой-то свой способ перевода реальности в формализацию. То есть, что как-то, ну, грубо говоря, как будто я нашла свою призмочку, через которую я на все смотрю, и как-то оно там неожиданно складывается. И я прям делала такие упражнения, когда я брала какого-то персонажа и пыталась его в разных техниках, в разных каких-то подходах, в разной степени информализации, детализации. Просто вот с ним, с одним персонажем как-то играла. То есть, с чужими персонажами, по сути, я брала там готовую картинку и пыталась с этим персонажем крутить всякие ползунки настройки во все стороны. Это очень интересно. А, например, какие ползунки? Что именно? Ну, там, три примера. Что с ним можно сделать? Ну, самый примитивный там тупо размер глаз, грубо говоря. То есть, какие-то вот просто основные какие-то соотношения меняла. Потом, допустим, например, степень реалистичности. Вот эта вот формализация. Мне кажется, это тоже очень интересный ползунок, когда... Ну, вот у меня так получалось, что когда я первый раз что-то рисую, это более-менее приближено к реальности. И чем больше я это прорабатываю, чем больше я это через эту линзочку как бы пересматриваю, там можно уйти в абсолютную абстракцию. То есть, вот этот вот ползунок от абстракции к детализации какой-то реалистичности, которая у тебя на этот момент есть. То есть, я никогда не была способна рисовать академический рисунок реалистичный. Вот. И поэтому как бы у меня был просто свой предел реальности, реалистичности и свой предел абстрактности. И вот я между этим наняла ползуночки. А сколько примерно итераций? вот у тебя есть там персонаж, ты вот этот путь с ползунками проходишь примерно сколько итераций? Там 2, 5, 10? Ну, сейчас, наверное, как бы это не так уж глубоко, то есть, это были именно какие-то такие исследования, можно сказать, наверное. То есть, я исследовала, как бы, настраивала какой-то инструмент, можно сказать. Вот, сейчас это происходит быстрее. Наверное, я стараюсь сделать итерат, ну, каких-нибудь 5 вариантов, попробовать подходы разные, но зачастую получается такое, что я выбираю все равно первый. как бы первое время я это очень смущалась, потому что как же нужно же выстрадать, сделать много подходов, но потом я поняла, что как бы окей. Если мне нравится первый, то замечательно. Таня тут спрашивает, расскажи про книгу с птичками, где можно посмотреть, напечатана ли она. Она будет напечатана пока что, потому что в общем мир иллюстраций котика нет, котика не увидите, а он убежал. Тоже такая интересная штука, что мир зарубежной иллюстрации очень запланирован, и поэтому обычно от момента создания книги до ее публикации проходит около года. В моем случае получилось быстрее, но я закончила в декабре и первое здание выйдет во Франции и оно выйдет в мае. Это будет французский язык, мы уже подписали контракт, так что про это можно уже с уверенностью сказать, что первая книга выйдет на французском языке. Дальше будет еще несколько языков, надеюсь, что будет, потому что уже договоренности есть, но еще не подписаны договоры. А русский будет? Я надеюсь. Класс. А слушай, если говорить об этой книге, там макет кто-то другой делал или макет тоже твой? Нет, макет мой. Вообще достаточно интересная история с этой книжкой получилась. Она тоже длинная. У нас есть время на нее? У нас есть минут 15 еще на все. Вот я думаю, что мы можем... Да, в общем, пока в результате этой книжкой я не хочу показывать и как бы нигде особо не публикую, потому что мне хочется, чтобы ее читатель уже увидел как книгу, не как набор картинок, а как единая сущность какой-то с историей уже и с картинками, чтобы все было вместе. Вот. Была такая история, что я уже почувствовала какую-то уверенность в графической стороне иллюстрации. начала рисовать какие-то картинки в большом количестве. Ну, не в большом, нет, я медленно рисую и поэтому у меня очень мало картинок. Но стала как-то уже более уверена и подумала, что кажется, пора осуществить одну из задумок, которые у меня уже вот лежат долго и я никак все до них не дотянули. И тогда происходил набор на конкурс издательства «Две сестры», польское издательство, такое очень локальное, приятное, которое делает потрясающие книжки. Они раз в два года проводят конкурс на книгу, книгу-картинку. И, соответственно, я увидела это объявление, загорелась и думаю, сейчас я быстренько за какое-то невменяемое маленькое время что-нибудь сделаю и отправлю. В общем, хорошо, что я ничего не стала отправлять, потому что, конечно, все было абсолютно зеленым, не готовым, но это просто послужило таким моментом начала, когда я сделала коллажные эскиз первого разворота, когда я просто, ну вот, какая-то семечка просто попала в землю, грубо говоря, то есть до этого это просто семечка лежала где-то на складе, вот, а в этот момент я ее пришла и закопала как-то, как получилось. И той же весной я решила ехать в Болонию, прекрасное место для любого художника книги и не только. И в целом у меня откуда-то была уже информация, ну как бы вот из других более опытных, другие более опытные художники рассказывали, что есть смысл ехать к ним, Вика Семыгина тогда сделала очень хорошие лекции на тему того, как подготовиться к Болонской ярмарке, но до ярмарки тогда оставалось буквально три недели и сколько-то какое-то очень маленькое количество времени. Я подумала, вот же, у меня есть история, я все никак на нее не решусь, а надо взять и решиться. И за три недели я сделала первый макет. Я покажу пару картинок оттуда, чтобы было понятно, какого уровня... Я выключил как раз комментарий, чтобы было видно, что ты показываешь. В общем, чтобы было понятно, какого уровня у меня были макеты, потому что ну, типа такого. Вот такая вот картинка, я повезла ее в Болоне. Честно говоря, сейчас я бы... Ну, я как-то, в общем, не стала бы такое показывать. Вот, вот прям вот так вот. То есть это, грубо говоря, абсолютно схематичное изображение того, что я думала изобразить на странице. Абсолютно схематично. Я его за эти две недели в срочном порядке как-то накрасила и привезла. Но Болония это такое прекрасное место, и там такие прекрасные люди, которые не стали на мной смеяться и сказали, что это очень красиво, и, конечно же, продолжай, делай, и мы будем рады посмотреть, что получится. Вот, я тогда впервые стал... Нет, не впервые, я тогда уже была в Германии в резиденции, ну, в общем, так или иначе, это первое погружение в большой мир иллюстрации европейской и мировой, и... ну, это прекрасный мир, это очень добрый мир, и действительно очень доброжелательный, ну, я встретила очень доброжелательное отношение к начинающему, грубо говоря, иллюстратору, у которого еще ничего нет, и вот это ярмарка очень меня замотивировало, очень меня обрадовало, и я тогда была еще на курсе Вики Симакиной, и Вика зажигает даже таких людей, как я, которые вообще мало зажигаются, но энергия Викина, она просто бьет ключом, и она тоже так меня раскачала, что я стала искать какие-то европейские возможности, какие-то выходы, в общем, как-то стала барахтаться и пытаться в этот мир как-нибудь залезть, и параллельно делала книжку, я уже в том моменту мы познакомились с Павлом Картальновым, и эта книжка уже становилась еще более нонфикшн, то есть появилось экспертное мнение, Павел также уже к тому моменту переводил какие-то сочинения и стихи и писал на русском, поэтому у нас идеально сложилась такая команда, что мы дополняли друг друга. И я воодушевившись Зикиными советами стала отправлять свое портфолио по агентству, просто без каких-то хитростей гуглила, смотрела, смотрела, нравится ли мне то, что у них уже есть, как-то пыталась понять, пригожусь ли им я, и какой-то сделала список и им отправила свои картинки в портфолио. Ну и, честно говоря, как бы у меня не то, что были какие-то особые надежды или уверенность в том, что у меня появится агент, это скорее было такое действительно на воодушевлении, на прекрасном настроении, на подъеме, я на это все решилась. И мне ответило несколько человек, несколько агентств, среди них была Вероника Керхов из агентства Бюрок, которая сказала, что ей очень нравятся мои картинки, но что она не может меня взять, потому что у нее уже есть художники, и у нее нет дополнительного времени, к сожалению. Ну, как бы окей, мне было очень приятно, все ответы, которые пришли, были тоже очень милыми и абсолютно поддерживающими, поэтому даже от этого какое-то расстройство не происходило, но потом, через месяц, она мне написала, что она не может так жить без моих картинок больше, и что она хочет работать вместе. Это были лучшие моменты в моей жизни. Ну, то есть, это, конечно, очень, очень страшно, очень, я не была уверена до конца, что она серьезно говорит, то есть, мы говорили по скайпу, и я, как бы, так переспрашиваю, как бы, да? Она как говорит, ну, кажется, да. Кажется, да. Вот, так что мы решили попробовать сделать вместе одну книгу, сделали, и вот, приступили ко второй. Это офигенно, я тебя с этим душевно поздравляю и обнимаю. Спасибо большое. Слушай, у меня два вопроса. Первый вопрос. Готова ли ты продолжить беседу? Если у тебя время после двух. Потому что, мне кажется, темы у нас еще остались, а время подходит к концу. Если так, тогда давай мы сейчас за оставшиеся, сколько там, семь, восемь минут добьем вопросы из комментариев, которые остались, чтобы они не пропали. Вот, а потом мы с тобой вернемся снова в эфир, ну, через маленькую паузу, минут через пять после двух. Вот, и продолжим столько, сколько будет нужно, там договорим. Хорошо? Класс. Да. Тут спрашивают снова про образование. А, спрашиваю сначала, где посмотреть книжку по Бродскому, которую Оля делала. Ее, Оля, у тебя где-то можно увидеть? Да, она у меня лежит, она у меня лежит на Инстаграме в сторис, который называется книжки. Букс или книжки, я не помню, сейчас не знаю. В общем, в сохраненных сторис у меня есть эта книжка, частичная. Супер. То есть, можно пойти к Оле и посмотреть как раз, да. Так, потом, что еще у нас спрашивают? У нас спрашивают про образование. Вот как раз, мне кажется, Оля очень-очень подробно рассказывала про образование, где она училась, какой путь у нее был. Мне кажется, что тут нет одного совета. Не знаю, Оль, как ты скажешь человеку, который спрашивает, где лучше учиться по иллюстрации? У меня есть совет, кстати. Совет искать людей, а не курсы. Искать тех преподавателей, которые близки вам по какому-то духу, настрою, неважно, по какому-то графическому пути тоже. Потому что я, на самом деле, очень много смотрела, и российских курсов, и иностранных. Я училась в Британке какое-то время и серьезно рассматривала какие-то варианты иностранных магистратур, курсов коротких, все чего-то. И на сайтах иностранных каких-нибудь школ, образовательных учреждений у них часто есть кнопочка, где можно посмотреть работа, на которой эта школа ориентируется. То есть тоже как бы ну и по сути это предпочтение преподавателей. Все равно так или иначе это зависит от преподавателя. То, на какие работы они ориентируются, то, какие работы получаются у выпускников. Все равно это очень сильно завязано. И вот это очень хороший способ понять, хотите вы туда или нет. Просто посмотреть на работу выпускников, как следует понять. может быть там есть что-то общее, может быть там ничего общего нет, и это то, чего вы ищете. Мне кажется, у нас замечательная наша группа у тебя, Дима, она замечательна тем, что все вырастали, вырастают во что-то свое. То есть это очень ценно и для меня очень важно. и мне кажется, ну действительно просто важно понимать, можете ли вы с этими людьми работать, с этим человеком, с преподавателем и с этими людьми, с вашими сокурсниками, потому что сокурсники это тоже очень много значит, очень много от них зависит, от их энтузиазма, от их приверженности к какой-то этому делу, от общего настроения в группе это все зависит. Так что мне кажется, да, надо искать людей. Это очень крутой совет и спасибо, что ты его озвучила, действительно важнее, чем место. И мне кажется, что даже если человек не преподает, но он все равно является ориентиром, мне кажется, даже в этом случае можно найти какой-то путь, как у него получится. Ну в смысле связаться с ним, законтачиться с ним, я вот о чем. То есть сейчас достаточно открытый мир и вот когда у меня идет курс про двух художников, про рисование сцены с двух художников, когда человек берет какого-то современного автора и пытается разобраться, как он что делает, иногда очень разумен совет, напиши ему. то есть ты можешь найти видео, где он рисует, или ты можешь найти какие-то там этапы работы, может быть, а можешь просто написать, ты можешь найти его в Инстаграме, ты можешь найти его на Фейсбуке, найти его почту и связаться, и скорее всего он ответит, потому что это я так делала. Это нормально. Это нормально. Да, это абсолютно нормально. Я так делала с ребятами французскими Идир Довейн, Янки Би и Бенуа Гьем, по-моему, я тоже связывалась абсолютно каким-то, ну, сейчас я, может быть, и постеснялась. А тогда у меня на самом деле вот этот переход из мира технического в мир художественный, он происходил с большим скрипом, потому что я находила в мир, где я никого не знаю, никого, ничего, никаких ориентиров, просто открытый космос, я такая залезаю туда. Вот, поэтому я совершенно нагло писала всем подряд, и вот в том числе этим французским иллюстраторам, которых я обожаю до сих пор, и на Бехансе мне абсолютно мило, абсолютно без всяких претензий рассказывали про те курсы, где они занимались, подсказывали, где можно учиться, или у кого можно учиться. Это было очень приятно, и правда, иногда можно не постесняться. И не нужно ни в коем случае стесняться, обязательно пишите, если только есть вопрос, а лучше спросить, чем не спросить. Так, еще есть, тут есть вопрос про строгновку, пока я его буду, ну, запомню, может быть, потом отсвечу, потому что это не самое интересное. Портфолио у тебя было в Бехансе, или, видимо, PDF, когда ты ездила в Баллоне, видимо, это имеется в виду. Смотрите, я следовала Викиным советам, потому что у нее больше в этом опыта, Вика Симыкина, и она советовала, если я правильно помню, я надеюсь, я не перевру слова, но, по-моему, это был совет отправлять ссылку на сайт и небольшое количество работ вложить в само письмо, так, чтобы там было две-три картинки очень легеньких, там, меньше мегабайта, вот, то есть вот в таком формате, чтобы как бы сразу человек увидел без ссылки какой-то, увидел вот эти пару работ и чтобы потом уже посмотрел на сайте. Мне кажется, в PDF присылать портфолио уже как-то, может быть, не очень актуально. Я знаю, что делают предпочтение, иногда делают предпочтение сайту, потому что это показывает серьезность намерений. То есть, если у тебя есть готовый сайт, а не беханс, это говорит о том, что ты как бы, ну, не просто по вечерам, там, рисуешь картиночки, типа, сегодня рисуешь, завтра нет. Это какое-то уже показывает серьезные отношения и часто на это смотрят. То есть, это все важно. И вот у меня тоже тут недавно произошел интересный случай, что я общалась с издательством, собственно, как раз издательство хотело узнать, я так понимаю, насколько я серьезный, их очень впечатлило, что у меня были работы на сайте онлайн галереи художественной, и на них это произвело очень большое впечатление, вот, именно серьезность намерений. Поэтому свои работы надо показывать максимально, пользоваться всеми возможностями, которых много, очень много. у нас осталось меньше минуты, вот, один последний вопрос, сколько примерно будет второй эфир по времени, по длине, мне кажется, это будет примерно полчасика, мне так кажется, вот, может быть, больше, может быть, меньше, там, по ситуации посмотрим, он будет, буквально через несколько минут после этого. Вот, еще один маленький вопрос, может быть, ты прям коротко на него ответишь, секунд за 15, то есть, можно рисовать по-разному, имея какую-то основу, свой стиль. Такая ситуация, хочется все по-разному делать. Можно рисовать по-разному? Абсолютно. Надо рисовать так, как хочется. И причем, как бы, ну вот, это в том числе мнение моего агента, то есть, профессионала, который уже много лет на рынке, что абсолютно не надо этого стесняться и пытаться зажать себя рамки. Наверное, если вы, ну, как бы, я говорю про книжную иллюстрацию, если это какая-то... Снова привет. И мы продолжаем эфир с Олей Питашник Чудесный, которая сейчас к нам присоединится, и мы бодро еще поговорим какое-то время. Пока все присоединяются, я, раз у нас есть продолжение, я вам советую, если есть вопросы, а Оля, мне кажется, тот человек, который может ответить на много интересных вопросов, задавать их в комментариях, как раз у нас есть какое-то дополнительное время, мы их тоже посмотрим. Здравствуй. Привет. Всем привет еще раз. Я как раз говорил о том, что можно, кроме тех вопросов, которые остались у меня, и истории, которые остались у тебя, задавать в комментариях то, что интересно нашим зрителям, вот, связанное с тем, что уже обсуждалось, или просто что-то, что тебе интересно. Там был в последней, в последних строчках даже не вопрос, а комментарий, что человек слышал о том, что в Британке слабые работы, что, дескать, видимо, не очень. Какое у тебя личное впечатление об учебе в Британке, о курсе иллюстрации, что именно он тебе дал, что ты скажешь про уровень работы, если вот человек имеет такое мнение? У меня хорошо слышно сейчас, как у меня наушники отключились? Слышно вроде неплохо, чуть-чуть добежит звук, но в целом слышно. Сейчас я все сделаю, чтобы хорошо слушать, что я буду. Ну, подожди. Как тебе все это устроить? Вот так? Работает? Да, все отлично. Я смотрю у тебя там работы Вики Кагай, смотри, че. Да, конечно, у меня работы Вики Кагай, да. Вики Кагай, Ани Цой, это Марина Павликовская, это Нина Кузьмина, а это Винди, где вот это? Вот это вот, Винди Вердник, а на самом деле у меня там стоит много книжек, я думала, что они будут видны в кадре, вот, и по этому поводу устроила там небольшой показ книжек. у меня еще... Про книжки мы с тобой еще поговорим как раз сегодня, у нас, благо, есть с тобой дополнительное время. Книжки еще, я надеюсь, ты нам покажешь. у меня еще был вопрос, связанный с иллюстрацией, более-менее забрались, то есть это очень интересный путь, это очень интересное отношение к делу, и очень серьезное отношение к делу, а если вернуться немножко к началу и вспомнить, с чего все начиналось, то есть какое-то натурное рисование, наброски, какие-то какой-то там кружок, еще что-то, потом школа, потом еще что-то, сейчас натурное рисование для тебя это что? Рисуешь ли ты вообще с натурой, если рисуешь то, что, как оно связано с основной деятельностью? Я хотела ответить уже, а потом подумала, что нет, это неправда, я хотела сказать, что я люблю рисовать с натурой, но с одной стороны я люблю, с другой стороны не все. Например, я не веду скетчбук в том понимании, в котором это традиционно видится, как бы скетчить в городе, скетчить людей, персонажей, я совершенно этого не умею и не стесняюсь. Я недавно знала, что люди этого стесняются, я пытаюсь объяснить, что в целом-то это не обязательно делать, потому что у каждого художника свой арсенал каких-то упражнений, этюдов, которыми себя можно поддерживать в художественной форме. И в среднем скетчбук это хороший вариант для этого, но это необязательный вариант, как мне кажется, потому что ну, все зависит прежде всего от твоих задач. и я вот такой вот скетчбук именно натурный не веду. И более того, я не очень люблю пленеры, потому что я использую много материалов, и это очень неудобно все раскладывать, складывать, и просто это физически неудобно, поэтому если я рисую что-то по каким-то причинам, там, персонажи или что-то в городе, то это будет черная ручка, скорее всего. С другой стороны, я очень люблю рисовать природу, работая с ней как с абстракцией, наверное, вот так можно сказать. То есть вот этот процесс переноса реалистичного пейзажа в двухмерную какую-то графику с формализацией, с очень сильной формализацией. Это меня очень занимает, и я могу этим заниматься очень долго в любых масштабах. Вот именно работа с какими-то большими формами, как с абстракцией. Это прямо мне почему-то очень нравится. Я видел у тебя в ленте некоторое количество рисунков пейзажных, сделанных вот таким образом. Ты их сделала по памяти, или ты их делала с натуры, или с фото? Как это было? Очень часто я их делаю с натуры. Люблю ездить в ботанический сад для этого. У меня тут даже есть пара картинок показать, которые мне нравятся. Вот такие малюточки. Это с натуры. Да, это с натуры. Вот это вот такая. Это с фотографией, по-моему. Вот такие вот малявочки. О, вот это вот. Приятненько. То есть вот такое именно какое-то формализм. Не знаю. Меня увлекает. Формализм это такое, такая оболочка очень широкая. То есть можно назвать формализмом. Я, наверное, тоже формализм, потому что меня форма интересует больше, чем все. Но каждый художник индивидуален, и даже если человек работает именно с пейзажем, или с пейзажем как абстракция, он ищет что-то свое. Вот ты в таких абстрактно-натурных работах что именно ищешь, какой баланс, какую тему, что для тебя там ценно? Какую тему? Это прям я не уверена, что я правильно поняла вопрос, но мне кажется, что я в этом ищу какую-то гармонию формы. Тоже вот как бы такой именно с одной стороны гармонию формы, то есть композиционный такой подход, с другой стороны, я получаю удовольствие от простой работы с материалом. То есть вот эта вот работа там в один слой, грубо говоря, крупными пятнами, она меня тоже завораживает, и мне просто нравится процесс. Как бы совершенно базовый процесс мне очень нравится это, когда смешиваешь красочку, то есть просто это как, можно было бы рисовать просто прямоугольнички какие-то, и мне бы тоже это доставляло удовольствие в целом. Вообще тактильное ощущение от рисовального процесса, от материала, оно оно с одной стороны важно, то есть понятно, что оно важно, но у тебя есть какой-то совет, как его почувствовать, в общем, если человек не чувствует это, вот ему он возюкает кисточкой, и ему как-то не заходит, ну как-то норм, ну можно и не красить. Как это происходит? Вот либо этот материал не тот, либо что-то еще, что сделать, чтобы начал нравиться сам процесс, и не важно даже, что ты изображаешь? Это интересный вопрос. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, мне кажется, если у тебя есть интерес к графике, то, наверное, можно и найти тот материал, который тебе близок. Этот материал может быть диджитал, он может быть цифровым, не обязательно, мне кажется, он должен быть таким ощутимым материальным, шершавым, или что-то такое. то есть материалов-то вообще какое-то бесконечное количество, можно и вышивать, и на компьютере рисовать, и руками рисовать, тоже совершенно разные вещи. Почему-то мне кажется, что это не должно быть проблем. Я не могу себе представить это как проблему. то есть если человек рисует, то ему уже как-то нравится, нет? Нет такого? Я просто сталкивался с чем? Когда человек рисует, у него есть иногда такая фиксация на том, что он рисует. То есть он себе либо представляет какой-то результат и хочет его достичь, либо он хочет передать какую-то конкретную идею, сфиксированную на ней, а вот этот момент кайфа от самого материала, он мне кажется, не такой очевидный. То есть человек, который его чувствует, например, ты чувствуешь кайф от материала, тебе, наверное, даже к голову не приходит, что это может не быть так. А я сталкивался с ситуациями, когда об этом надо специально сказать, что это работает и это помогает. Мне очень помогло, опять же, копирование, потому что оно кардинально поменяло мою скорость работы. Я в целом не очень терпеливый человек, и, наверное, раньше я пыталась сделать все поскорее, и это очень сказывалось на результате, очень сильно сказывалось на работе с водорастворимыми материалами, потому что я даже, ну, когда я начинала, я не знала, что его надо сушить, что какие-то этапы есть работы, и как-то надо эти этапы проходить, никуда ты от них не денешься. Если ты хочешь нарисовать картинку с деталями, то это займёт у тебя время, как-то не бывает по-другому. И, наверное, вот это осознание, что, ну, грубо говоря, если формально, прям упростить максимально, то на красивую законченную картинку надо потратить время. И вот тогда я стала просто уходить в это какое-то медитативное состояние рисовальное, когда вот смотришь, как красочка смешивается прям на бумажке ещё что-то. То есть, вот, какой-то, как-то разрешить себе наблюдать за процессом тоже не было важно. А есть категорически нелюбимый материал? Прям бесят, а ты не хочешь его видеть больше? Я, кажется, всё очень сильно люблю. Мне нравятся все вообще материалы. Я их коллекционирую. Вот, я думала над этим вопросом. И, например, я понимаю, что у меня есть цвета, которые я не люблю. То есть, вот, есть там из коробки карандашей большой, из большого набора. Есть прям вот целая банка, которая стоит неиспользованная уже пять лет. То есть, цвета есть, это обычно яркие, это обычно яркие цвета, такие прям фиолетовые, зелёные. Вот, причём тут забавная история. Я помню, у меня в детстве был набор фломастеров Faber Castell. Купили его в 98-м году, прям перед тем, как деньги потеряли весь смысл. Мне родители купили, ну как, мне, мне и моей сестре. Она тут тоже где-то всё смотрит. Вот, нам купили трёхслойный набор Faber Castell фломастера. И это безумное удовольствие было. И до сих пор дома остались только серые тона, серые и коричневые. То есть, это то, что осталось, то, что мы не зарасходовали тогда. А сейчас у меня ровно наоборот, все яркие цвета не зарасходованы, а серые все стёрты уже не один раз. Знакомо. Тут спрашивают нас в комментариях, на каких условиях ты работаешь с агентом и где его нашла? Агента гуглила без каких-то неожиданных поворотов, просто искала агентства разные, писала им. На каких условиях, я, наверное, не буду рассказывать. но это комиссия комиссия вот контрактов. Ну, как, наверное, как и всегда в такой работе. Ну, да, обычно это так и бывает. Ещё вопрос из комментариев. Что делать, когда рисовать не хочется? Не рисовать. Я к этому очень трепетно отношусь к тому, чтобы позволять себе не рисовать, потому что долгое время я себя очень сильно доставляла, сидела, и это привело к полной потере трудоспособности. То есть мне было достаточно тяжело. Ну, то есть я загнала себя настолько, что у меня уже было физически не до того, не до рисования. И сейчас я очень стараюсь следить за тем, чтобы какое-то здоровое отношение было к работе, к количеству работы. Как-то, в общем, о себе заботиться. Мне кажется, что многие художники ... во-первых, люди увлекающиеся, во-вторых, люди с ранимой и душевной организацией. И, в общем, надо о себе заботиться. А у тебя есть какой-то дневной график? Либо просто график расписания работы, либо какое-то ограничение по времени, сколько ты рисуешь? Да, да, у меня есть приблизительно... Ну, как, сто-то, вокруг чего я... от чего я отталкиваюсь. Все равно каждый день более-менее чуть-чуть по-разному получается. Но в целом получается, что где-то к часам к десяти я начинаю, и часам к восьми вечера я заканчиваю. Стараюсь... Ну, вот, недавнее правило себе взяло, что стараюсь после восьми не работать вечера. Вот. Посмотрим, как дальше. Потому что я очень-очень долго не могла настроить себе никакое расписание. Как-то все это... Были разные попытки как-то уравновешивать одни занятия, другие занятия. Спорт, которого много у меня в жизни. В общем, какие-то были разные попытки. Вот сейчас более-менее на карантине все остаканилось. И вот эти там с десяти до восьми это все целиком рисование? Или все-таки ты делаешь какие-то перерывы, отвлекаешься какие-то другие? Конечно, я отвлекаюсь. Конечно, я не сижу прям строго, как полотно, ровно. Конечно, я отвлекаюсь и посередине этого времени есть обед. Но в целом какая-то регулярность у меня получилась. То есть как-то... Но при этом это как бы рабочий процесс. Но при этом у меня бывает, что как бы вот как я говорила, что, например, я понимаю, что у меня нет сил, я могу полнедели не работать. Или потом полнедели работать очень много. То есть это чуть-чуть может варьироваться все-таки. Потому что, мне кажется, как любой творческий процесс, это не всегда получается делать одинаковую эффективность. Это все звучит как описание работы очень счастливого человека. Тут Маша пишет характерно... Я прям слышу каким-то акрилом, она задает этот вопрос про материалы, видимо, нелюбимые. Она пишет следующее. Такочки, акрил. Ну, акрил я использую для того, чтобы красить что-нибудь. То есть я так определяю любимый материал. Мне его подарили, а я его не использую. И были такие материалы, которые мне дарили и которые лежали у меня какое-то лютое количество времени, а потом я их открывала и понимала, что это же такое... Вот с пастелью у меня так сухой произошло. Мне долгое время казалось, что она мне не нравится. Потом я ее поисследовала, попробовала с разных сторон погрызть, и оказалось, что это так классно. Очень советую всем попробовать пастель, растирать порошочек, и можно с водичкой ее, можно без водички попробовать. Это очень увлекательно. Вот. Да, акрил в чистом виде я не рисую, не пишу. Это действительно совсем не мое. Я его использую только для покраски каких-то изделий, каких-то штутик, которые я делаю для себя. Объемно в смысле, да? Ну да, там каких-нибудь, не знаю, фигурки какие-нибудь, палочки, что-то такое в прошении. Ну так что да, так можно еще сказать масло. С ним я просто не знакома абсолютно. Хотелось бы сделать какую-нибудь, например, книжку с объемными формами, не рисованную, а сделанную материальную, в смысле, чтобы иллюстрациями были объекты. Я сначала продумала, что ты про поп-ап, а теперь я не совсем понимаю про что ты. Про ненарисованные вещи, а скорее про сделанные, сфотографированные, может быть, то есть какой-то более сложный процесс изображения. Министерство, рельеф, объекты, что-то такое. Пока что нет. Пока что мне нравится с этим языком. Но как бы я думаю, что это все в процессе будет меняться, и там могут произойти очень какие-то неожиданные повороты могут произойти в жизни иллюстратора. Я просто помню твои выпилы, так называемые, прекрасные, на речке, когда были принты и фигурки. Мне кажется, это тема, которая тоже твоя, мне кажется, я эту штуку хорошо почувствовала. Мне это очень интересно, но мне не хватает времени, потому что мне кажется, что я очень медный художник. в общем, что я долго, ну, что и скорость самого рисования у меня невысокая, про то, что я говорила, что это процесс для меня. И про исследования, которые занимают какой-то подготовительный период, что тоже там я могу на броске к одной картинке рисовать две недели, а потом вернуться к самому первому. Так произошло с моей книжкой. Это было обидно. Но как-то я пока принимаю, что это такой факт и надеюсь, что может быть, со временем у меня получится больше вещей делать, потому что мне хочется делать больше, чем я делаю. По-моему, этот медленный процесс, по-моему, это наоборот показатель какого-то качества, серьезности, мне кажется, в серьезном деле по-другому и не может быть. Как-то у меня есть ощущение само по себе. Ну, не знаю, я иногда смотрю на других художников, мне кажется, что они такие резвые, такие продуктивные, я прям иногда переживаю. Ох, эти сравнения. Тут наш вопрос вот еще. Ваша сестра тоже рисует? Нет, моя сестра математик. но, возможно, она тоже рисует параллельно, но скрывает. Может быть, скрывает, да. Нет, я помню, что она что-то рисовала, и у нее был такой интерес. Так, еще вопрос. Как успевать продвигаться в сетях и вести проект и рисовать что-то для себя? Есть ли ответы? Вот, да, это то самое, про что я говорила, про вот это, пытаться жонглировать вот этими всеми вещами. Я, честно говоря, у меня нет готового рецепта, потому что я им сама жонглировала, просто как получалось. В смысле, сейчас я рисую картинки, чтобы их потом показать в Инстаграме, и потом Инстаграм занимает все время. Или, например, мне нужно сделать сайт, это тоже, ну, достаточно длительный процесс, потому что можно все картинки подготовить, все написать, и в это время ты не успеваешь рисовать картинки. Для меня это тоже такой какой-то светливый процесс, в котором ты хватаешь, что первое попадется и делаешь, потому что я не смогла какого-то нормального расписания для этого составить или чего-то такого. Это жонглирование. Так. И еще вопрос. Скажите, вы стоили себе работаете, а кто так актуально при моей боли в спине? Только что остеопат рекомендовал рисовать стоя или на барном стуле. Угу. Да, про это я тоже могу рассказать, потому что грыжа межпозвоночная. То есть я с этим столкнулась. С тем, что сидеть долго не очень. Хорошо? Я пробовала работать стоя, мне не всегда это комфортно, поэтому, ну, у меня есть стол, на котором я работаю, стоя, стоя, который сам из себя представляет шкаф, вот такой вот. Вот, тут я могу поработать стоя. И вот есть стол обычный. вот, и, наверное, я стараюсь как-то распределять нагрузку. И, конечно, стараюсь заниматься спортом, потому что это, ну, движение – это то, что необходимо любому художнику, который сидит целый день за столом, но не только художнику. в общем, какие-то прогулки, как минимум. Прогулки или в твоем случае это что-то еще, какие-то, не знаю, упражнения или что-то совета? Ну, в моем случае это еще, ну, как бы у меня это бег и, скажем так, общая физическая подготовка, ОФП, вот, то есть, ну, просто сдавать мышцам, какой-то, приводить их в какой-то тонус, потому что, не знаю, как-то грустно и скучно, когда ты не в тонусе, как-то, ну, мне физически нравится это ощущение, поэтому я во всем советую. Так, и еще вопрос от меня про книжки. Есть ли у тебя, готова ли ты, может быть, показать даже сейчас книжки «Штуки-3», которые бесконечно тебе нравятся и которые ты можешь бесконечно смотреть? «Штуки-3». Сейчас, я тут подготовила даже больше. Но я, наверное, все-таки нет такого, что у меня есть прям вот три книжки, и я готова их смотреть. Ну, вот я сейчас выберу три разных книжки. Вот, вот так я сделаю. Три очень разных книжки, которые мне нравятся. Вот, первая, это моя любимая Лора Карлин. Ее книжка «Обещания». Это не она написала, они с этим автором много работают, мне очень нравится их коллаборация. Вот, в общем, многие видели иллюстрации к ней, я видела иллюстрации к ней, там, на Питерит, на том же, но мне кажется, очень немногие знают историю, потому что эта книжка не выходила на русском языке, и вообще ни одна книжка Лоры Карлин еще не вышла на русском языке, вот, а тут, между тем, прекрасная совершенно история. И вот ее можно прямо начиная с обложки заметить. Это супер, а это обложка. Как бы тут такое все серенькое, уныленькое, а тут все такое зелененькое. вот такое тут начало, то, что какой-то серый город, ну, это вот одна, одна из моих самых любимых иллюстраций, прям, все в одной книжке. Вот, вот это вот, я думаю, многим известно, вот, это про то, какой серый город существовал на планете. И вдруг в этом сером городе случается ограбление. девочка выхватывает у старушки сумочку и убегает с ней. А та и говорит, что, типа, ну, ты беги-беги, конечно, но ты мне кое-нибудь что будешь за это должна. И вот девочка говорит, я открывала, открыла этот рюкзак, а там были только семена и больше ничего. И тут я поняла, что за обещание я дала той женщине, что я ей не должна. Вот, она поняла, что сейчас прочитаю, вот, что она стала как-то очень много об этом думать, и это потеряла покой сон, и стала высаживать эти семена. То есть, вот тут она, вот это она маленькая, в этом большом, страшном хером мире начинает высаживать семена вдоль железной дороги, в заброшенных парках, еще где-то. Вот, и прям постепенно вся книжка меняется, появляется что-то зелененькое, и люди меняются, и появляются птицы. в общем, все становится хорошо, все становится хорошо, все дружат, а потом у нее украдут рюкзак с семенами. Вот, и как бы тут форзицы тоже такие, что первый такой серый абсолютно, а вот последний. вот такая вот добрая книжка. А когда у нее украли рюкзак, она уже стала старушкой? Ну да, она как бы уже стала матерым садоводом. Вот, еще, моя любимая Тувиенция. Наверное, как бы, многие ее знают, может быть, не многие знают эту книжку конкретно, вот, и вообще сам формат у нее книжек, потому что у нее обычно, ну, мы тролли, это все-таки не совсем рисованная книжка-картинка. Вот, и тут у нее в этой книжке ужасно много персонажей и всяких разных введено, и есть тут одна моя очень любимая картинка. Сейчас я ее найду. Куда она делась? Вот, вот этот. Вот, она вся такая в движении, и наполненная красками. Вот, а еще одна книжка, я не знаю, про что она, я не знаю, кто ее автор, в смысле, в общем, ничего про нее не знаю. Я купила ее в Болонье, и это просто для меня какой-то какой-то кусок чего-то очень нежного, то есть просто это как книга, как что-то одушевленное, можно сказать, что-то одушевленно-нежное. она, мне кажется, на итальянском, вот, в ней ужасно много всяких прекрасных мелочей, каких-то очень, не знаю, сейчас я попробую что-то, как бы ее нужно, конечно, смотреть, сейчас я попробую какие-то детали показать. Вот, например, тут страницы вышитые, переворачиваем страничку, а тут изнанка вышивки. Вот, мне кажется, это очень приятная вещь, и они абсолютно разные, то есть вот следующий разворот такой, с маркерами, с вышивкой, с, ну, такой нежностью какой-то, абстрактной, более-менее тоже. Вот, и я не знаю, о чем эта книга, но она мне очень нравится. Там не указан автор? Нет, тут, наверное, указан, но я не знаю, что из этих слов это автор, просто, потому что тут очень много какого-то текста, тоже мне непонятного. Нет, тут как будто бы нет автора даже, Нотропер, это вроде, типа, наш отец, как я понимаю, а кто здесь автор, прям, действительно непонятно. Вот, но в Волонии можно было найти вот такие вот независимые книжечки, и это тоже, конечно, очень интересно, что можно увидеть что-то необычное. Вот, в общем, такая вот прелестная книжечка. Супер. Вот, если три, то вот. А есть еще какая-то, которую ты хотела поделиться и травнимется, прям очень... Ну, есть, есть, наверное. Ну, как бы, интересная с точки зрения иллюстрации, эта книжка Матоти о том, как об обложках для Нью-Йоркера. То есть, тут его подготовительные работы, подготовительный процесс к обложкам. И это, конечно, очень интересно, ну, как бы, это уже не детская литература, но это то, что очень интересно рассматривать тот процесс и тот процесс, главное, который происходит при принятии какого-то финального решения. Сейчас я хочу найти какую-то очень определенную картинку, потому что на ней... О, вот. Вот, мне кажется, вот это финальная картинка, а вот это эскиз к ней. И мне кажется, тут даже вот в таком формате видно, насколько они отличаются по движению, насколько вот эта картинка, ну, финальная, насколько она сильно больше дает движение этим персонажам. То есть, вот это вот очень интересно рассматривать, конечно, все такие подробности. Вот тут когда вот столько эскизов, сразу понимают какую-то... Ой, какое-то мастерство. Как это прекрасно. Вот, очень люблю, да, такую книжечку. Мне нравится отсматривать... Эволюцию вот этих эскизов там, ну, я видел эту книжку тоже, там очень интересно наблюдать, прям буквально ты не читаешь эту мысль, но ты ее читаешь по картинкам, как она эволюционировала из эскиза в эскиз, как менялись массы, например. Ну да, это очень интересно, что можно посмотреть на процесс. Это, мне кажется, самый интересный вообще процесс художника. Я помню, что когда вот... Я, скажем так, только начинала, тогда еще не так много было контента, русского особенно, и прям у меня было физическое желание стоять у кого-то над плечом и смотреть, то есть мне прям... Ну, я смотрела на картинки, не понимала, как это вообще возможно сделать, и мне было очень интересно бы посмотреть на то, как другой человек что-то делает. Вот, сейчас этого стало больше, и это очень увлекательно. Да, сейчас воистину все возможности открыты. Слушай, по поводу наблюдения за процессом и деления всяким, ты допускаешь в какой-то момент все-таки начать делиться этим? Какое-то преподавание, какое-то участие в чем-то, в какой-то роли? То есть не только работа с иллюстрацией, но и работа с другими людьми, когда ты знаешь, чем ты хочешь поделиться и почему. Ты допускаешь, что это возможно? Я допускаю, что это возможно, потому что это, конечно, невероятное удовольствие и делиться, и видеть чужой процесс, когда ну, просто человек рядом с тобой развивается, как-то растет, какое-то происходит изменение в его голове, это прекраснейшее чувство. Я пробовала преподавать, но для меня это очень большой стресс, невероятный. И я пока, ну, видимо, как бы в своих глазах недостаточно брала авторитета, чтобы к этому спокойнее как-то относиться. Но, ну, поскольку опыт уже есть все-таки, то я успела почувствовать это чувство, ну, какой-то радости за другого человека и радости, удовольствия от того, что ты видишь... Сейчас, попробую сформулировать. Есть, наверное, ну, как бы для меня было два очень интересных момента. Первый, ты видишь, какие люди разные, как они по-разному думают, это суперклассно. То есть, вот там в группе 20 человек, грубо говоря, и у всех совершенно свой подход, свои мысли, своя логика, и с этим очень интересно просто находиться рядом, как бы, когда как преподаватель тебе это рассказывает, и прям, ну, это одно удовольствие. Вот, а второе, это, конечно, видеть, как, ну, твои слова используются, как, когда ты можешь что-то подсказать, это тоже кайф. Так что я надеюсь, что когда-нибудь я решусь еще. Но пока боюсь. В общем, мы ждем, Оля. И, ну, ближе к завершению, наверное, сейчас скоро будем уже через какое-то время заканчивать. Вопрос о том, существует ли для тебя иллюстраторский проект мечты, и если о нем можно сказать, если он существует, то что бы это могло быть? Ну, я была готова к этому вопросу, даже спрашивала Машу на предыдущем интервью. И для меня, ну, сейчас, по крайней мере, проект мечты – это поработать с театром. Я бы прямо очень хотела поработать с большим форматом театра. Это, ну, в качестве кого? В качестве оформителя, художника, спектакля. Более того, даже могу еще более конкретно сказать. Ну, это прям такая, такая, кажется, что такая неизбыточная мечта, что не можно даже сказать слух, потому что, как бы, ничего от этого не поменяется. Но я бы прямо мечтала сделать проект с цирком дешелей, и это было бы прям очень круто. Это вот такая мечта. То есть, грубо говоря, сценографию, придумать для дюссалей сценографию? Да, да. Это идеально. Я прям провела несколько дней в мечтаниях. Уже начала что-то рисовать? Ну, как бы, рисовать все не начала, но версия уже есть. Да, это действительно мощно. А, кстати, про театр ты бываешь? В театре следишь за этим как-то? Наверное, я этого делаю недостаточно для человека, которому так интересно сделать театральный проект. То есть, я не могу назвать себя театралом или каким-то специалистом, но сам формат мне интересен. и, наверное, интересно попытаться его как-то решить вне контекста театральности. Вот так вот, если можно сказать. То есть, я даже как-то не совсем уверена, что мне нравится текущая форма театра, классического, например. То есть, это все спорные моменты. Вот. Но тем интереснее попробовать его сделать таким, чтобы он понравился. Да, понял тебя. Тут нам пишут, что книга, которую ты показывал, это художник Дуртуа Тишу или Тису. Я не знаю, как прочесть. Ничего себе. Вот. И есть в комментах ссылочка с Амазона, где это книжечка вроде бы есть. Класс. Вот. В общем, она прекрасна вообще всеми деталями. мне кажется, это очень нежно. А если вы, может быть, знаете, о чем она, то тоже расскажите. Оль, нам нужно закругляться, уже мы почти два часа с тобой беседуем, и это было бесконечно интересно. Спасибо тебе огромное за бездну интересных историй, за живость, за твое внимание, за ответственность и вообще за все. Ты просто золото. Спасибо, что пригласили. Я не мог не. Спасибо, Дим. Просто прелесть. Желаю тебе осуществления всех проектов, всех мечт, такой же спокойной, внимательной и счастливой работы, как сейчас. Мне кажется, это просто идеальный, прекрасный процесс. В любой момент, как только тебе захочется чем-то поделиться или что-то рассказать или показать, знай, что мы все время готовы тебе помочь. Спасибо большое. Спасибо, Дим. Спасибо тебе. Всем спасибо, кто присоединился к нам. Да, спасибо. Вас было довольно много и вы очень вдумчиво смотрели, практически не уходя. То есть прям очень плотный такой состав был смотрящих, больше сотни людей. и все эти, оба эфира должны сохраниться в сторис школы на сутки и потом, возможно, если они смогут сохраниться в архив, может быть, мы их еще на ютубчик зальем. Спасибо, Оль, до встречи. Спасибо, счастливо. Будь здорово. Пока. Пока.